В Екатеринбурге продолжает работу экспозиция «Территория святых», которая посвящена истокам и корням побед нашего народа в годы многочисленных испытаний. На выставке помимо икон представлена живопись известного художника-ювелира Бориса Гладкова, прошедшего агонии тяготы Великой Отечественной и цикл акций портретов ныне здравствующих ветеранов войны. Несмотря на немалый возраст, большинство героев, изображенных на портретах, стали почетными гостями на открытии выставки. Иконы Невьянского письма, рукописные книги с миниатюрами, старообрядческие кресты и складни, церковные облачения, традиционная одежда старообрядцев полуторавековой давности – всем этим можно любоваться на вернисаже. Помимо всего прочего, всем посетителям экспозиции представлена вот такая интерактивная игра, где каждый из желающих может проверить свои знания о русском классическом иконостасе. На данном этапе игры нужно расположить ряды в правильном порядке. Большая часть нашего проекта посвящена русской иконе и, в частности, уральской иконе. Но поскольку приближается такой большой праздник, как 70-летие Победы, то нам хотелось как-то отразить это в нашей экспозиции. И здесь мы познакомились с художником Василием Заплатином, у которого был готовый проект. Он создал серию портретов ветеранов, ныне живущих на территории Свердловской области. И сегодня на открытии все герои портретов буквально вот у нас в музее в гостях. С каждым годом ветеранов все меньше. Сегодня они сами стали буквально живой иконой. Но до сих пор живы и они, и те, кто помнит тот подвиг, что они совершили. Я провел 936 суток в фашистском геттое, в трех сах из ДНТДС и видел ваш подвиг. Все нынешние поколения, все будущие поколения, сколько будет существовать жизнь у нас, будут вас благодарить за тот колоссальный беспримерный подвиг, который вы совершили. Борис Алексеевич Гладков, один из основателей ювелирного производства на Урале, одна из таких живых икон. Сложно поверить, что этому человеку, ведущему достаточно активный образ жизни, 95 лет. Борис Алексеевич воевал с первого до последнего дня Великой Отечественной войны. Прошел путь от Бреста до Кёнигсберга, где принимал участие во взятии цитадели. Это считалось вообще неприступной крепостью. И так немцы считали. У них в подземелье 139 тысяч находилось. Мы немножко ошиблись в расчете, потому что всех там не узнали, что там много их. Вот. И перед фортом, там 9 фортов было, водяное пространство метров на 100 примерно. И глубина метр три. Попробуйте туда добраться. В Бога я верить стал только вот после, когда осознал, что меня Бог сохранял. И Он до сих пор меня сохраняет. Я верующий стал. А так я безбожник был. И думаю, за что меня Бог-то любит. Первое чувство, которым наполняется сердце, когда видишь ветерана, это благодарность. Хочется подойти к ним и лично поблагодарить за их подвиг. Перед их чувством любви к Отечеству можно только преклониться. Сегодня мы живем в мире, который дарован нам ими, и вспоминаем бессмертный подвиг героев. Вечная память всем живым и павшим на поле брани в борьбе с фашизмом, которые отдали Родине самое главное – свою жизнь, исполнив заповедь Спасителя. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за други своя.